МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из самых ярких событий прошедшего года для Месси Север-Запада стало подведение итогов по проекту создания и развития современной инфраструктуры на острове Валаам. Нетипичный для энергокомпании проект было решено реализовать по просьбе Егумена Спасопреображенского Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия. Специалисты Месс разработали комплекс инфраструктурных решений, в основу которых легло применение экологически чистых технологий. Но прежде чем приступить к его реализации, было необходимо модернизировать существующую на острове распределительную сеть. Новую сеть проложили параллельно существующей, с использованием современных материалов и оборудования. Было построено 14 километров кабельно-воздушных линий, соединивших 15 новых трансформаторных подстанций с подстанцией 35 кВт Валаам. После появления надежных объектов электроэнергетики на острове, магистральные электрические сети Северо-Запада приступили к реализации проекта по созданию инфраструктуры. Первым этапом стало выполнение работ по внешнему благоустройству и организация освещения острова. На территории центральной усадьбы установили 14 фонарей, а по периметру Владимирского скита смонтировали и подключили 28 уличных светильников. Реконструкции подвергли переговое укрепление и полностью благоустроили входную зону в Монастырской бухте. Причальная зона также была модернизирована. Теперь жители и гостей Валаама обслуживают 4 новых причала – пассажирских и грузовых. По прилегающей территории вымощены дороги, облагорожены газоны и высажена лиственница, а освещение выполнено с применением светильников нового поколения, оформленных под старину. Сегодня Валаам для меня стал какой-то неотъемлемой частью моей личной жизни, именно как человека, а не как руководителя. Если как руководителя понятно, что это еще одно наше структурное подразделение, и понимая всю значимость Валаама вообще для нашей страны и для мира в целом, мы понимаем, какая ответственность на нас лежит. А если же рассматривать с точки зрения именно человеческих отношений, то этот такой уголок стал для нас тоже, для меня лично, очень важным и таким необходимым для меня уже в моей дальнейшей жизни. Создавая инфраструктуру на острове, мы из Северо-Запада притворили в жизни ряд экологических проектов. В июле 2012 года в распоряжении островитян появились две новые теплицы общей площадью 400 квадратных метров. Для электроснабжения теплиц было решено использовать нетрадиционные источники энергии, так называемые фотоэлектрические модули. Работа солнечных батарей не влечет за собой никаких вредных выбросов в атмосферу и не требует использования других природных ресурсов. На случай возникновения энергетического избытка все излишки будут выдаваться в сеть. Вопрос транспортного оснащения острова энергетики решили при помощи электромобилей. Для их размещения строятся гаражные комплексы, где в дальнейшем будут установлены станции зарядки для пассажирских и легковых электромобилей и оборудованы мойки. В 2012 году мы с Северо-Запада приступили к строительству мусороперерабатывающего завода. Проект поможет разрешить существующую на острове острую экологическую проблему. Поток туристов, растущий с каждым годом, приводил к быстрому накоплению бытовых отходов. Основной объем мусора со всего острова складировали прямо на территории Валаама. Новые объекты снастят установкой для прессовки мусора, и он окончательно решит проблему утилизации отходов на острове. Завершить строительство завода энергетики планирую в 2013 году. На этом деятельность энергокомпании на острове не заканчивается. Мы с Северо-Запада продолжим работу по электрификации и развитию инфраструктуры Валаамского архипелага. В планах энергетиков на 2013 год обеспечить надежное электроснабжение острова Байонный. Теперь я думаю, что в плане такого вот, скажем, жизненных удобств, которые приносят электричество, мы ничем не отличаемся от тех людей, которые живут на большой земле. И на острове, так же, как на материке, всегда есть свет, всегда есть тепло, всегда есть возможность работать. Вот за это мы сердечно благодарим. Еще раз говорю, мы очень благодарны федеральной сессии компании и надеемся на то, что эта наша работа, наше сотрудничество будет продолжаться и впредь. Уже более трех лет мы с Северо-Запада при поддержке патриарха Московского и всеаруси Кирилла, епископа Троицкого Панкратия и братьев Валаамского монастыря реализуют на Валааме самые передовые проекты. В сотрудничестве с Российской Православной Церковью энергокомпания внесла неоценимый вклад в возрождение духовно-просветительского центра России. Нелли Сильна, ФСК ТВ, мы с Северо-Запада при поддержке Православного культурно-просветительского центра Свет Валаама.